подмуртия зима минус 14 градусов вот она вся наша радость наша родина и сейчас так зимы мы попали в лето точнее под гребной дождь ближний восток тепло солнце и почему-то дождь мы на это не договаривались но зато это чудеса монтажа мы в иордании я нахожусь в юордании это отель там у нас море красное если что все нормально бассейн ты что будешь там плавать ну да а почему и нет это правда семья овчинников и культинах впервые в своей жизни отдыхает по программе все включено и газ у меня все на себя пьем как как окон на берегу бассейна желаю чтобы вас не было дождев там зиме ну снег дождем вот так выглядит отдых современного молодого человека в иордании все большое большие бассейны и большие тараканы итак пришли выйти за пределы территории отеля и пойти на пляж на красный море короче мы пришли на красное море вот оно вот яша с машей вот они двое в общем здесь практически никого нет но очень тепло солнце прямо очень сильно печет но при этом она кланяться в закат и это всего лишь всего лишь три часа здесь очень рано садится солнце я пошел немножко поплавал наступил на ежа в общем в жизни надо попробовать все вот так выглядит твоя нога когда-то наступил на морского ежа чувствуется как обычные заноски на пяточки это несмотря на то что я вот таких специальных ну вообще на самом деле я видимо очень удачно наступил на ежа в общем не больно и через 15 минут уже перестала болеть хотя эти две точки остались вот в общем это реально лучшее место для снорклинга в мире теперь я же говори здесь здесь как бы теперь много морских ежей много камнев там около берега есть много кораблей солнца лучше бассейн купаться а это иорданские бабы они короче растут на деревьях вот на таких вот сейчас пробуем вскрыть давайте скрываем какие-то семена семена походят на маленькие арбузные семечки наверное это арбуз и конечно же и конечно же дорогие друзья мы должны их попробовать на вкус шутка я не попробовал и так как вы знаете с погодой нам не повезло значит мы будем сидеть в номере и пробовать местное винишко пробуем мы сегодня купаж каберне савиньон и пенонуар с берегов реки иордан называется сент-джордж и сейчас наш великий эксперт сомелье мария викторовна скажет несколько слов об этом не терпкая очень сухое без сахара его можно павлику я могу сказать что винишко так-то дороговатое 9 дина вообще птицы прилетели в теплые края и они заседают прям стаями видимо вместе с нами прилетели увидите в магазинах россии введите обязательно мэдлин джордан время 5 30 утра и мы поехали на север иордани и мертвое море смотреть мы находимся в оазисе в центре пустыня здесь продают кофе можно сходить в туалет кофе очень вкусный сейчас у нас штырит в тот случай когда кофе надо действительно пить с водой потому что он настолько терпкий настолько яркий что без воды вообще никак очень горячо очень вкусно и очень бодрит у тебя что бодрит меня ничего не бодрит ну чё вкусный иорданский чай ну короче затарились всяким говном с мёртвого моря я купил себе арафатку меня научили ее надевать а я же подарили чашечку для кофе я же доволен я доволен теперь у меня есть арафатка а у вас скорее всего нет что ты собираешься сделать я собираюсь икунуться а а а и и и а и и Ну как, ты искупался в реке Вердон? Да. И что ты скажешь по поводу этого? Соленое и холодное. Ну что, очень важное дело мы совершили. После благодатного обновления в реке Вердон мы поставим свечки в русском православном храме. Этот храм построен на специальном русском гектаре, который был подарен иорданским королем Владимиру Путину. Ну вот посреди достаточно пустынных мест, где пески и очень блеклые деревья. Это целый оазис, тут фонтанчик. Это территория российской русской православной епархии. Выглядит воодушевляюще. Но вообще пальмы на территории русского православного храма это конечно что-то необычное. Ну что, после омовения в живой воде мы пойдем покупаемся в воде мертвой. Тем более, что местные говорят, что здесь мертвой воды целое море. Вот оно. Какие вода? Вода настолько соленая, что кажется, что маслянистая. Такое чувство, что это не вода, а действительно какая-то очень маслянистая штука. И сразу все мелкие рамки на ногах начинают щипать. Ну конечно же я должен попробовать на вкус. Ребята, это настолько солено. Настолько солено, что будто эссенцию соли попил только что. Вот такое оно, мертвое море. А это моя семья. У меня все щиплит, а у тебя? У меня только папа щиплит. Нет, нет, ноги. В общем, друзья, если вы чувствуете, что вы недостаточно загоревшие, то воспользуйтесь нашим советом. Грязи. Маша, ты грязная же женщина. Грязная же такая. И я тебе выступаю. Вот самая вкусная вещь. Это грязь. И так, дорогие друзья, настоящий хумус на берегу Мертвого моря. Лепешка. Будьте счастливы. Расскажи про Мертвое море. Мертвое море действительно мертвое. Там ничего не шевелится, ничего не живет. И вода походит на эссенцию соли. В любое соприкосновение со слизистой, это адский ожог. Ммм. Ну, что там, когда у меня соль, там думают, что там тысяча соли. Там тысяча соли. Ну что ж, всем привет на моем мастер-классе по надеванию арафатки. Арафатка – это вот такой вот платок. На самом деле он квадратный. Купил я его за 14 динаров сегодня утром. Это фактически полторы тысячи рублей. Ну, тысяч четыреста. Значит, сразу же меня продавец научил его надевать. В общем, делаем из платка косынку. Надеваем. Во внутреннюю сторону начинаем крутить косичку. Крутим, 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 крутим. Крутим, 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 крут убор арафатка спасибо подписывайтесь на наш канал занимательные головные уборы с павлом овчинников и так у меня тут маленький набор местного иорданского пива каждая из них стоит по 2 динара это по 200 рублей и сейчас мы попробуем на что гораздо иорданские пивовары и начнем с блонда вот такой павцово-девчачий вкус с какими-то косметическими цветочными натками 5 градусов алкоголь вот такое ну ладно с блондом мы разобрались давайте пробовать лагер иорданский лагер 5,5 процентов алкоголя 0,33 объем стоимость 2 динара а по вкусу как ижевский гамбриус ну честно ничего выдающегося пиво цвета мочи и вкуса тоже такого же да ладно гамбриус нормальная же пиво глупо было бы требовать иорданцев готовить вкусное пиво но дорогое и крепкое лучше пейте вино иорданское пока лагер нас не устроил блонд был еще более-менее пробуем пл-л радует одно пашета к мурзину мы привезем три новые пробки а вот это кстати неплохой у него есть даже какой-то характер горчинка 6 половина градусов крепости и имеет смысл пить его в общем пожалуй из трех сортов это самое нормальное но в целом конечно пиво в иордане не удачное но зато крепкая а вообще так то вштыривает и и и и и и и и Мы тут нашли пещеру. Да. У нас простое правило. Да, Витяш? Да. Увидел пещеру, пописи в ней. Что мы сейчас и сделаем. Ну, это примерно так же, как пописать в подъезде. Тут потому что так же мусора дофига. Яш, ну что, сделал свое грязное дело? Да. Ну вот мы прокатились по пустыне Вадирам. Ну, что тут можно сказать? Пустыня как пустыня. Что вы никогда пустыню не видели, что ли? Песок, горы. А сейчас вот там мы пойдем в бедуинский лагерь. Нас там попоят каким-то бедуинским чаем с добавками. Слушайте, солнце село 5-7 минут назад. Песок холоднючий. Так, что ноги мерзают. Это хорошо бодрит, массаж делает с топом, пилинг. Ну, то есть все, что любят девочки. А еще мы находимся в каньоне. Это какое-то замкнутое, видите, замкнутое горное пространство. И здесь очень сильно пахнет верблюжьими какашками. Что, что, что не слышно? Какашками верблюжьими. Вот мы наконец-то нашли то, чем тут пахнет. Чем пахнет? Правда, этими какашками пахнет. Фу, верблюды. Верблюды настоящие свиньи. Выбирайте только себя. Я пью чай, похож на верблюда. Верблюжий чай. Ну, всем бедуинского чая с добавками. Тут пахнет огнем, верблюжьими какашками и чаем. Очень уютно. Ну и бедуинами немножко. Ну, бедуины тоже пахнут огнем и верблюжьими какашками. Мы ждем местной еды. В общем, мы должны были поесть швурмы арабской. Ее тут сервируют почему-то в порезанном виде. С капусточкой, с картошкой фри. С разными соусами. Это какой-то очень вкусный чили. А это... Это что-то типа халапеньо. Это фалафель. Или фалафель. И для Яши еще целая тарелка картошки. Говорят, что это самая вкусная вегетарианская еда. Это арабский фалафель. Вот такая вот интересная булочка. Внутри бобовые, а сверху, видимо, какие-то злаковые. Остренькая, очень. В нем Павик заказал острую, да? Ну, не знаю. Что, остренькая? Вообще острый. На самом деле, Акава город небольшой, как наш Глазов. Чуть больше 100 тысяч жителей. Но это город контрастов. Здесь богатые, крутые тачки соседствуют с не очень богатыми и очень крутыми. Здесь богатые люди с не очень богатыми живут. Но что здесь контрастного? Это грязно, очень грязно. На улицах, очень грязно на пляжах. А еще про короля Иорданского нельзя говорить плохо. Но я хочу сказать, что у него очень красивый сын. Еще арабы очень красивые. Я сегодня понимаю тех девчонок, которые приезжают из арабских стран без ума или влюбленные в каких-то аборигенов. Что ты такое говоришь вообще? А теперь несколько моих прагматичных наблюдений за жизнью в Иордании. В частности, в городе Акабе, который является свободной экономической зоной. То есть все товары здесь продаются без пошлины. Нам тут сразу сказали, что нельзя снимать военных. Нельзя снимать на камеру полицию. И нельзя снимать на камеру женщин, даже если они одеты полностью в паранжу. Здесь существуют три вида полиции. Обычная криминальная, дорожная полиция и так называемая туристическая полиция. В которой преимущественно служат только женщины. Ну как это выглядит? Типа, эй девчонки, у нас криминал. Ребятам очень скучно. По коням. И поехали, короче. Алкоголя здесь не купить, зато всюду продаются сигареты. И вообще страна очень курящая. Удивительно, как мы уже отвыкли от того, что вокруг все курят. В России вокруг все не курят. Наоборот, все меньше и меньше мест для курения. Все меньше и меньше курящих людей в общественных местах. А тут прям курят на каждом шагу. На каждом этаже, каждого здания. Есть пепельница. Все курят, все курят на ресепшенах. Правила дорожного движения здесь скорее пацанские. То есть пока ты не начал переходить дорогу на пешеходном переходе, тебя никто не пропускает. А еще мы не ходим здесь по рынкам. Потому что нам сразу сказали, что иорданцы сильно загибают цены на рынках, если видят, что там подходят туристы. Поэтому лучше всего ходить в супермаркет. Поэтому за подарками мы пошли в супермаркет. Папайя, а вот это айва. Айва, айва. Папайя не фруктовая страна. И все это привезено откуда-то из другой части. Помидоры у них местные. Они растут прямо на грядке. Мы проезжали в пустыню и видели, как это все выглядит. В продуктовых магазинах и вообще во всех обычных магазинах алкогольное не продается. Вроде бы идешь, вроде бы целая полка пива. Но все это по факту не алкогольное пиво, какое-нибудь ароматизированное и прочее. То есть... Ноноалкоголик. Абсолютно ноноалкоголик. Поэтому мы пьем какие-то прохладительные напитки голубого цвета. Мне такое нельзя. Поэтому я дам это Яша. Ну теперь давайте попробуем шанин. Вкус как чеснок растаянный. Карбонат из биварейдж с фрукт-флайвер. Ну и как? Как фанта? Почти как фанта. Как всегда какая-то арбузная бодяжка? Арбузно-розовая бодяжка это сок из арбуза и лепестков розы. А попробуем мы его, видимо, чуть попозже. В общем, нас угощают аракой. Араком. Араком? Нас угощают аракой. Это анисовая крепкая штука. 50 градусов похоже по крепости. Что-то типа самбуки или абсента, но вместо ярданское. Ну пока. Cheers. Сиял. Не для тебя. Не для тебя. Thanks. Крепкая? Ну короче, как абсент. Ну и венец праздничного дня рождения Маши это... Как всегда Макдональдс. Макдональдс. Пара-па-па-па. Ну что я люблю. Очень неудобный у них тут кетчев, посмотрите. Что у тебя попалось? Мне попались миньоны. Тавки потерял. Привет, семья. Мерзните? А нам жарко. И камера пошла. Макдональдс. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok